хай байкеры отморозки кто открывает зимний сезон всем привет пацаны привет очень короче выехал я на мотоке сейчас у меня минус 8 в области вообще жесть видно как трубы дымятся порог идет тоже вообще конкретный вот моток греется уже уже короче не глушила наверное минут 15 выехал из дома думаю дай по трассе катаюсь ну по трассе просто жесть вот я сотнику набрал соточку ну а дальше вообще пипец просто другие если вот матом не выражаться блин конечно ощущение не передать но это просто жесть ребята ну ничего в принципе на морозе оборота набирает он ништяк мои доработанные корбы короче рулит завелся на удивление завелся вообще ну вот с нажатия на кнопки на кнопку на кнопку пуска бля на кнопку стартера завелся секунд пять он покрутил врус короче все ну соответственно посол подсос до конца но корбы доработанные я уже не одно видео снимал там по доработкам то есть запуском теперь вообще проблем нет до этого я мучился ну просто жесть я просто я не знаю что я делал блин это просто жесть по 30 минут заводил он свечи выкручивал короче ребят кто знает у кого корбы недоработанные все в стоке вот под меня поймет потешено какая блин прикольно да сегодня минус пятна рек вчера обещали 15 было 15 на самом деле сегодня тоже такой дубочек будет но я в принципе чё ребят могу могу сказать сниму видео короче как законсервировать мотоцикл на зиму при хранении в холодном гараже то есть что я по крайней мере сделал я его что короче помыл соответственно из ведра то есть из ведра короче с шампунем в шампуне содержатся такие вещества короче гибриды какие-то к от коррозии короче типа такого в принципе он весь алюминиевый в принципе там можно и мыть но самое главное ребят не мойте химию от которой на мойке алюминий мыть схеме но это просто жесть тем более на зиму ладно летом когда все высыхает по-быстрому ну а на зиму не советую мыть химией с мойки с автомойки вот именно с керкера но и в принципе с керкера не советую мыть кто мотоцикл у кого сейчас уже минус где он живет и в гараже тоже минус ну может плюс 2 плюс 3 он у вас просто не просохнет или хотя бы продуть там все щели уже после как помоете но я короче из ведерочка помыл вот так по нормальному вообще полтора часа его мыл короче видим если у меня такой брызговичок здесь то есть амортик амортик всегда чистый прогрессе видно то есть все чистые то есть на зиму я технику готовлю вообще по конкретному могу и посвятить просто день день целый день могу мыть 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 там что-то мазать туда-сюда в общем что как мотоцикл помыли далее вытерли его весь насухо он у вас денек постоял короче весь высох все это вся вода скапала потом далее советую на нем прокатиться сейчас пока не надо ничего мазать обязательно чуть-чуть по улице там прокатиться хотя бы чуть-чуть по гаражам где-нибудь чтобы вилка амортизаторы чтобы все поработало потом потом мотоцикл загоняете в гараж ставите на центральную подножку ну конечно в идеале бы нет в идеале хранить его в теплом помещении а дальше что ставите на под на центральную поднорочку короче промываете цепь цепь нужно промыть обязательно помыть цепь вот цепочку помыть керосинчиком и потом на зиму смазать ее чтоб старая грязь у вас зиму не засыхала не за не затвердела далее что далее покрыть резину вот бока саму сам не надо где там протектор бока силиконом с такой смазкой для резины покрыть цепь соответственно смазать здесь где передняя звезда можно мыть можно не мыть смотрите сами но я лучше помою точнее лучше это уже сделал лучше советую в общем помыть все помыть все смазать далее приступаем к смазке уже силиконом силикона понадобится совсем немного то есть смазали цепочку смазка для цепи смазали резину силикончиком потом дальше конечно вот смазать вот эти вот все механизмы вот где вот где вот здесь вот ручки сцепления вот здесь вот ну я малечко туда чуть-чуть прям чуть-чуть я брызгаю прям туда по весне все вытираю потом дальше что я где еще мажут самое главное ребята самые очень важные кто забывает смазать силиконом так это перья перья вилки ребята вот их помыли и вот обязательно их смажьте силиконом вот их вот блин а на кнопочку нажал короче блин а нихрена ничего не видно так ну сейчас разберемся так ну вот освещение включено камере настройки есть очень ребят теперь повторюсь еще раз вкратце мотоцикл помыли в гараже в гараже у нас постоял вся вода стекла на землю то есть мотоцикла сухой все вытерли все нормально далее сразу его не консервируйте потом прокатитесь маленько по трассе хотя бы но я не знаю вот я по трассе чуть-чуть я катаюсь у меня в принципе погода позволяет снега нет я чуть-чуть 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 я катаю по трассе это для чего это для того чтобы маленько поработала подвеска где возможно где попала вода чтобы вот это все поработало чтобы вилочка все поработало чтобы где вот в гор чтобы всё вышло вот здесь вот вы там поняли вот здесь где блестит там пылечки от на вилочке короче чтоб оттуда вся влажность вышла водичка так что советую чуть катануть потом объясняют также что загоняете мод в гараж ставите на центральную подножку берете керосин моете приводную цепь все промываете хорошенько цепочку моете и смазываете цепочку и где передняя звезда тоже там все моете смазывайте там все чуть-чуть принципе там не надо ничего смазывать но на сальничек можно побрызгать силикона так потом резину резину брызгаем силикона вот эти вот боковые места боковые вот места брызгаем силиконом сейчас я буду все показываю вот 10 боковые места брызгаем силиконом с той стороны тоже но на сам протектор не брызгайте а то весной может не фартануть на открытии если первый раз выйдете потом ребята также переднюю резину тоже брызгаем силиконом соответственно на протектор не брызгаем а вот чисто боковины потом чё пацаны пацаны самые важные пацаны вот вот честно вот кто сколько вот консервирует до мотоцикла но вот это вот если вот это не сделать это будет вообще тупняк полнейший тупняк сейчас фура проедет тупняк в чем самое важное это работа передней вилки передняя подвеска а работать она у вас будет на 5 на 5 я имею ввиду на оценку 5 на отлично у вас будет тогда когда будет поверхность вот это вот захромированная поверхность она у вас будет в идеале без ржавчины без ничего соответственно надо силиконом вообще помыть отполировать конечно поставим если при возможности чуть-чуть отполировать перья вот как имеется тряпочка вот рабочую поверхность и нанести силикон что я что я и сделаю по приезду завтра может еще канал еще катану чуть-чуть потому что и отморозок в принципе мне все равно и в общем вот так вот и и соответственно в нанести силикончик там где если у вас конечно гараж вообще ну хорошая имеют вода не попадает туда там если то можно вообще вот только вот где я сказал сиденье сиденье снять обработать занести домой в теплое помещение я повторяюсь но если хотите конечно сохранить его чтобы она была вообще у вас нормальная ну вот видим как вот сейчас как у меня но сиденье вообще идеально то есть вообще прям не потреска ничего я его заношу короче домой теплое помещение так ну еще ребят тормозные шланги в принципе можно не обрабатывать если они у вас тем более армированные да блин темно уже еще и говорю то блин просто говорю им смотреть ничего не видно блин ну чё пацаны короче сниму видосик завтра сегодня что посмотрите тоже этот видосик сейчас по-быстрому замонтирую сниму видосика короче как вот так законсервировать на зиму в холодном гараже идеальное хранение ребят запомните идеально зимние хранение это только в теплом помещении идеальное а хорошие можно в гараже вот так вот ну чё ребят поеду домой ну вот блин сейчас катанулся вообще вот управление просто жесть такое ощущение вилка вообще деревянная не работает масло у меня по моему в сколько там не помню в 50 в 50 по моему не помню короче в гараже он канистры лежит вообще дубовый задняя еще более-менее но перед вообще дубовый правильно на жару там рассчитан летом вот летом ништяк все ребята короче кого я ребята погоню домой все ребят всем счастливо всем пока подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх скоро буду кататься на планете я уже все сделал короче скоро можно будет планеточку выгнать и продубасить все пацаны всем счастливо